Всем привет! Сегодня кое-что новенькое попробуем собрать. В нашем любимом хобби для тех, у кого руки не для скуки, я постоянно в поиске чего-то нового. Вы тоже часто идеи подкидываете в комментариях. Ну вот эти идеи и ваши подсказки привели к сегодняшней сборке, как я назвал, сборке выходного дня. В руки ко мне попала модель от фирмы Baumi. Это лицензионная модель бортового КамАЗа. Да, деревянные модели, такие конструктора я уже собирал на канале, но чем эта модель отличается от тех? Это, во-первых, тем, что производитель делает свои наборы в привычном для нас моделиста 35 и 43 масштабах. Можно увязать со своей основной коллекцией. Ну и второе, это то, что техника за основу берется не какая-то выдуманная фэнтезийная, ну что-то, скажем так, по мотивам, а реальные прототипы КамАЗы, Зелки, пассажирские автобусы, это из того, что мне попадалось. Вот их Banumi старается, насколько позволяет технология лазерной резки, в деталях перенести в формат такой сборной деревянной модели. Как обычно, для своего первого знакомства с производителем я стараюсь взять один из его топовых наборов. Как по мне, именно такие наборы максимально показательны и отлично подходят для того, чтобы мы вместе с вами заценили, что же может нам производитель предложить. Какие фишки заложил в сборку, какую детализацию, будет ли в целом интересно в сборке эта модель. Опять же, как будет смотреться в собранном виде. Все это мы сейчас с вами в деталях и посмотрим. Подтаскивайте чай с вкусняхами к просмотру, не забывайте прожать подписку, оцените это видео, поддержите автора, и это все вам вернется благодарочкой от меня в виде не менее интересных видосов. Также, если есть возможность и желание закинуть на развитие канала звонкой монеты, то куда закинуть донат, все реквизиты и прочая полезная информация, дожидается вас в описании под каждым видео. Да, и ссылку на модельную лавку, где можно приобрести данные деревянные модели Baumi и все необходимое для моделизма, тоже в описании оставлю. Там же вас будет дожидаться и приятный бонус в виде промокода для первой вашей покупки. Рекомендую этот магазин, сам там периодически затариваюсь, пополняю свои запасы. Ну что, друзья, теперь давайте перейдем на мой рабочий стол и приобщимся к одному из видов моделизма, сборке деревянных моделей. Почти прямо получится, как на уроках труда, только нам тут лобзиком ничего не нужно вырезать. Приступаем. Итак, наше знакомство по традиции начнем с обзора набора, посмотрим, что же идет в коробке. И общий вид собранной модели, плюс прочие ее характеристики вынесены на обложку, все достаточно информативно. Тут размер готовой модели, количество деталей, сложность сборки, ну и сколько примерно часов сборка займет. Хорошо, я готов. А на обратной стороне обложки напечатали мини-каталожек. Ну а что же в коробке идет? Тут все по классике для таких деревянных моделей конструкторов. Основной брикет с листами деталей, кусочек наждачной бумаги и пузырек с клеем ПВА. Вот, кстати, еще одно отличие этих моделей от Бауми. Тут сборка будет на клею, а не на зубочистках в виде крепежных связующих штифтов. Так, чего-то тут не хватает. Надо бы поскорее вскрыть брикет с листами деталей. О, теперь другое дело. Пошел запах древесины, запах фанеры. А то как же без нее? Как говорится, без нее и не надо, а с ней пускай будет. Все детали в наборе разместились на пяти листах. Давайте поближе посмотрим на качество резки и перенесенные лазером рисунки на крупные внешние детали. И что я могу сказать по резке? Все аккуратно сделано, без каких-то косяков. Пережженных участков нет. Рисунок на детали, где задумано, тоже перенесен очень четко и тонко. Все это оставляет самое приятное первое впечатление. Также на последнем листе из набора разместили стандартный для таких моделей инструмент, что нам пригодится при сборке. Подставка под клей тут же. И за что хочется выразить отдельный респект и уважуху, за то, что производитель не забыл о деталях зипа. Тут видимо самые нижние деталюхи из модели продублированы. И в целом деталей тут, как мы видим, не так чтобы супер много, но 7 часов на сборку, как указано на коробке, думать мне маловато будет. Но у меня впереди пара выходных, за них думаю и управлюсь. А так общая детализация и качество резки мне понравились. По инструкции тоже давайте пробежимся. Выполнена она в удобном формате книжки. И блин, ничего себе, нехилая такая по толщине. Видимо подробно по сборке расписали. На первой странице нас встречает информация о расшифровке условных обозначений, что встречаются в инструкции. И такие основные советы по сборке. Далее подготовка инструмента. Разомнемся на сборке подставки под клей. Ну и пошли под сборки по самой модели. Начнем с кабины, потом рама, весь обвес на нее, ходовка, сборка кузова, сборка и установка колес, да сборка и установка кабины. Ну, отдельными элементами и узлами реального автомобиля нас тут модель не обделила. Сборка должна быть интересной. Что ж, фронт работ ясен. Должен у нас получиться вот такой красавчик, трудяга КамАЗ, что украшает и бокс-арт, и последнюю страницу инструкции. Приступаю к сборке. Начну с подготовки инструмента и подставки под клей. Отделяются детали бодро, без лишнего усилия. Я просто не спешу здесь даже с подставкой, так как лучше сразу привыкнуть к такому неспешному, аккуратному отделению всех деталюх. Пусть тут и лазером все четко вырезано, но все равно фанера сама по себе. Материал склонный к сколам. Там заденешь край детали, особенно какой-нибудь важной для внешки модели, или какой-нибудь нежной мелкой. Ну и вот получай скол, сиди восстанавливай. В общем, советую не спешить. Выдавливать деталюхи также удобно и специальным инструментом, который как раз идет в комплекте. Ну а если, что часто бывает с мелочами или тонкими длинными рейками, если они не хотят отделяться от основного листа, то можно самым обычным модельным ножом подрезать удерживающие их перемычки. Что ж, с основой отделения деталей от листов мы разобрались, ну а тем временем и подставку под клей собрали. Удобная, кстати, штука. Теперь по основным подсборкам модели пойдем. И как предлагает инструкция, начнем с кабины. Также подготавливаю все детали. Да, и кусочком наждачки из комплекта не пренебрегайте. Он помогает избавиться от остатков перемычек. Или небольшие сколы от неаккуратного отделения деталей и по краям зачистить. В этой модели на первой же подсборке сразу ощущается, что ее именно под клей сделали. Да, детали между собой на сухую собираются хорошо и без лишних щелей, но все же без клея конструкция нужной жесткости не имеет. Поэтому каждую такую подсборку делаем на каплю клея. И вот тут мы дошли до первой интересной фишки в модели. Передняя часть кабины, так как состоит из нескольких деталей, включая объемную радиаторную решетку, собирается на эдаких крепежных струбцинах. Эти струбцины после установки, во-первых, все центруют, а во-вторых, плотно прижимают склеиваемые детали друг к другу. Там даже получается после подсыхания клея небольшой изгиб. Ну и вот такая конструкция у нас пока что получилась. Чуть позднее, как все подсохнет, я разберу эту конструкцию и уже на результат посмотрим. Далее подсобрал движок. Вот такой он получается. Тут производителю определенно плюс в копилку. Все мы любим, когда модель не обделяют детализацией и особенно такими важными модулями. И раз движок готов, можно к раме нашего КамАЗа переходить. А вот и основные детали рамы я отделил от листа. Кадром покрупнее, посмотрим, как на них лазером всяческие имитации крепежа, да прочие детали выделили. Как все смотрится, мне лично нравится. Что ж, вклеиваю мотор и прочие перемычки, собираем раму. И пока рама подсыхала в сторонке, собрал на нее и внешний обвес. Ресиверы, радиатор, баки. Все собирается легко, не напряженно и тоже на клею. А вот теперь можем посмотреть, как рама в итоге получилась. Кстати, клей мачете, который в комплекте идет, хороший, мне понравился. Не слишком жидкий, детали бодро прихватывает. Я поначалу думал, что с ПВА будет больше долгих пауз при сборке, пока подождешь, когда клей засохнет. Но все с этим в порядке, время ваше не потратят. И что дальше по инструкции? Так, сдобью некоторую мелочевку парами и начну сборку ходовой. Тут мосты, карданы. Да уж, страниц в инструкции этому этапу немало посвящено. Но это и хорошо. Тут и, во-первых, подробно все расписали. И, во-вторых, в итоговой детализации тоже без пробелов сборка получится. Еще по интересным деталям, заслуживающим внимания. Вот так получился передний бампер. Он собирается от 64 деталей. Начал я сборку ходовки. И тут хочу вам показать еще одну фишку, что производителем для облегчения сборки сделано. В модели попадаются такие детали, в основном внешне декоративные, которым в определенном месте нужно другую внешнюю деталь приклеить. А так как между такими деталями нет какого-то соединительного элемента, то о итоговой симметричности такой подсборки надо было как-то позаботиться. Вышли из этого момента просто. На основной детали лазером обрисовали границу, в которую и вклеивается вторая деталюха. По итогу все получается аккуратно и симметрично. Ну и детали там, где и должны быть. А вот и первый крупный модуль ходовки готов. Смотрится достойно. Можно и к раме его уже приклеивать. Излишки клея, если где-то что-то вылезает, я обычно или просто пальцем, или ватными палочками подбираю. Ну и в завершении этапа с ходовкой вклеил на свои места все оставшиеся ее части, плюс карданы. Смотрится все это по итогу очень круто. И еще на мое удивление, хоть и детали рамы были достаточно длинными, но их даже не подумало повезти и как-то деформировать их после подсыхания клея. Но на всякий случай, когда вы будете собирать свой экземпляр, следите за этим моментом. Если что, пока клей подсыхает на раме, можно сверху на нее каких-нибудь грузиков положить. Так, с рамы закончили. Теперь нас ждет подсборка кузова. Сборка выглядит несложной. В основе его крупные детали, но снизу перемычек нам на него немало нужно будет вклеить. Также заодно подсборка брызговиков подкралась. Это, как по мне, будет самая нудная часть сборки всей модели. Много мелких деталюх тут, и они еще не в одном экземпляре собираются. Ум, помрачительное веселье нас ждет. Но в любой модели есть такой этап. Тут ничего не поделать. Что ж, приступаю к сборке, а там уже и до колес дойдем. И основные детали кузова также не обделены нанесенной на них лазером детализацией. Смотрятся живенько. И тут момент, как раз о котором я говорил в начале видео. Это если детали из-за своей формы плохо из посадочных мест отделяются, есть шанс их сломать, то не нужно пытаться их довыдавливать, как обычно. Тут лучше всего сразу подрезать острым модельным ножом, удерживающий эти детали перемычки. А там уже деталь намного проще и безопаснее получится отделить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и кузов. Кузов на наш КамАЗ готов. Весьма приятная в сборке деталь модели. Единственное, я заднюю и переднюю часть борта пока не приклеивал на постоянку. Подклею их, когда кузов на раму установлю. И да, пора бы уже с брызговиками закончить. Откладывал их в сборку как мог. После брызговиков и колеса сразу решил собрать. Каждое такое колесо собирается из четырех частей плюс внутренней втулки, которую, кстати, приклеивать не нужно, тогда колеса останутся подвижны. При сборке тут следите, чтобы протектор на покрышке ровный получался, не в разнобой, ну а в остальном сложности никаких нет. Установил все колеса по своим местам, пока что без клея, посмотреть как по ровности все получается. Ну и вроде все норм. Втулки я случайно не приклеил, все колеса крутятся. А да, вот и семейка брызговиков, от мала до велика, все собраны и ждут своей установки на кузов. Также в наборе одно колесо было в виде запаски, в него не идет подвижная круглая втулка, оно будет установлено вот на такой крепеж. При сборке этого колеса внешнюю его часть приклеивайте так, чтобы оно в итоге не помешало вклеиванию в диск этой самой стойки. Случайно не перекройте пазы. Далее приклеиваю кузов к раме. И вот тут мне пригодилась пара прижимов. Один спереди, другой сзади. Собранный кузов из объемных деталей все же немного сыграл на какие-то там доли миллиметров. Поэтому для ровной склейки по краям кузов пришлось прижать к раме до высыхания клея. Следующим шагом вклеил брызговики, вклеил выхлопную трубу. Труба, кстати, проходит под одним из мостов. И вот так получается ее стык с частью трубы от вклеенного ранее движка. Ну и так как с последними мелочами парами я закончил, пора и колеса приклеить. Склеим на оси, тут надо без фанатизма. На этом этапе внутренние втулки тоже легко случайно приклеить. Ну и пока все подсыхает, колеса можно время от времени для проверки прокручивать. Это если все же капли клея немного попали на втулку. Также, когда все колеса установлены по местам на время подсыхания клея, можно сверху в кузов груз какой-нибудь положить. Это чтобы все колеса пообжались и, можно сказать, самоцентровались. Вот и пришло время вернуться к кабине. Наконец-то можем снять с нее эти стяжки. Посмотрим, как приклеились передние накладки. И как с установкой, так и с удалением стяжек не спешите, чтобы не повредить лицевую сторону деталей. Мы все же не постапокалиптический и ободранный вариант КамАЗа собираем. Ну и результат этой подсборки перед вами. Получили очень плотную склейку и даже на передней накладке небольшой изгиб появился. Для визуала это круто. С этим моментом закончили. Можем идти дальше по подсборкам кабины. Детали боковин кабина с подножками я рекомендую вот до такого состояния собрать заранее. Отдельно от основной части кабины. Ну а потом уже приклеивать на свои места. В этой модели это, наверное, единственные детали, что собирались с чуть большим усилием. Хотя нет, еще брызговики, те, что покрупнее, тоже неохотно лезли в посадочные места. Еще один важный момент. Как только вы приклеили эти боковые детали, сразу установите эту полусобранную кабину на раму. Чтобы точки крепежа кабины тоже самоцентровались. Базовые точки установки тут на раме, а ответные прорези под них как раз на этих боковых деталях. Ну и после такой самой подгонки на финале сборки модели кабина усядется на раму на свое место четенько, как полагается. Далее подсобрал интерьеру. Вполне неплохо смотрится. Можно было бы сюда 3D деколи от квинта докупить. И вообще бы отвал башни был. Я уже представил, как это бы смотрелось. Не, ну а че, масштаб позволяет. 35-й. Да и у квинта на КамАЗ есть полный интерьер. Что ж, друзья, мы на финишной прямой. Пора завершить сборку модели. Дособерем сейчас кабину. Тут детали в массе свои крупные. Проблем не подкидываю. Даже крыша, что собирается из нескольких кусочков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и последние штрихи в нашей сборке. Подклеиваю зеркала на свои места и части воздушного фильтра сзади кабины. Устанавливаем кабину на раму и модель готова. И сборка этого красавца, лицензионной модели бортового КамАЗа от Baumi у меня заняла, как и планировал, два выходных дня. Безнапряжная, приятная в сборке модель. Что тут еще можно сказать? Вы часто в комментах спрашивали, что можно такого собрать с детьми, чтобы не сложного, но интересного. И чтобы еще запаха краски и всякой модельной химии не было. Вот такой конструктор модели вполне себе зайдет для совместной сборки. Я еще поначалу думал, что так как тут сборка на клею, да еще и на ПВА, провожусь из-за этого долго. Но нифига, клей в комплекте оказался отличный. Детали склеивал бодро и даже вполне все аккуратно у меня получилось собрать. ПВА оказалось легко стирается, даже если вдруг на лицевые части деталей попал. Опять же все необходимое с моделью в наборе шло, весь инструмент. Так что что-то докупать и подготавливать отдельно не придется. Ну и мое первое знакомство с деревянными моделями от Baumi я считаю прошло вполне отлично. Собирать модель было интересно, в детализации нас не обделили. Плюс в целом деление на детали грамотное, мне понравилось. Также понравилось решение с импровизированной струбциной, а с зажимом для склейки передней части кабины. Интересное решение. Ну а как бы я эту модель улучшил, что дополнил, если бы был производителем. Это добавил в комплект небольшой кусочек воска для натирания втулок подвижных частей. Ну это стандарт для подобных деревянных конструкторов. Но в самой модели я бы попробовал реализовать узел откидывания кабины, чтобы тоже рабочий он был. Там для такого узла простора под кабиной много, можно было бы что-нибудь попридумывать с петлями. Но в остальном все более чем хорошо. Я так подумал, получается модель от Baumi такой переходной вариант от деревянных к пластиковым. Тут и копийность, и работа с узлами и деталями. Масштабы опять же родные почти для каждого моделиста. Работа с клеем, а не с штифтами и зубочисток. Как по мне, после такого самого просится попробовать что-нибудь еще собрать, но уже в пластике. В общем, подытожу, рекомендовать к приобретению и сборке данную модель я вам могу. Что ж, друзья, надеюсь это видео было вам интересно. Ну а я и дальше продолжаю искать и с головой погружаться в новые крутейшие проекты сборки для канала. Так что не переключайтесь. А тут я стараюсь осветить все стоящие стороны моделизма, куда можно применить наши беспокойные руки. Остались какие-либо вопросы? Welcome в комменты, они всегда для вас открыты. Для всех вновь прибывших на канал, не забывайте прожать подписку, пробить в колокольчик, поставить оценку этому видео. Если есть желание, поддержите развитие канала донатом. Все полезные ссылки вы найдете в описании под каждым видео. За любую поддержку от меня вам огромная благодарочка. А так, творческого вам настроения, новых интересных открытий в своем увлечении. До следующего видео и пока-пока.